Субтитры создавал DimaTorzok Ты солнце мое, взгляни на меня Моя ладонь превратилась в кулак И если есть порох, дай огня Вот так Субтитры создавал DimaTorzok Сегодня мы рассмотрим интересную историческую тему Которая называется «Истоки рода Руси» Перейдем к слайду Итак, дорогие друзья Всем известно со школы Выражение Ивана Грозного Говорящего, что мы, Рюриковичи От августа выйдем То есть он видел род Рюриковичей Происхождение рода Рюриковичей От императоров Древнего Рима Первых императоров Древнего Рима Которые назывались августа Ну что ж, проверим Был ли сумасшедший Иван Грозный Напрасно или нет его Над ним смеялись И смеются некоторые до сих пор Профессора, ученые и политики Которые обвиняют Цари Руси В каком-то невежестве И бахвосте Итак, согласно моей реконструкции истории И парадигме короткой хронологии Религии и истории мира Современная цивилизация Произрастала после потопа 1244 года до нашей эры Которая в историографии Называется Катастрофа Бронзового века Возникла наша цивилизация Вновь возродилась В Междуречии Дона И Итиля Или Волг Вот эта территория На которой находятся до сих пор Древнейшие артефакты Это Мамаев Курган Или Курган Инея Или Параона Менеса Сфинкс Кобыли-голова гора Румынская гора Или Лимонская гора И святилище Веста Вот здесь оно находится рядом С Волгоградом Это святилище Веста Датировано в XIII-XVII веке До нашей эры Отдельные части этого святилища Остатки от древней печи Размером 40 метров Которая взорвалась В VII веке до нашей эры Итак Вот эта территория Где находится Древнейшее иернационное сооружение Мира Это остров Ахтуба То есть Фраун Менес Ирины Направил воду Стариц Ира Это Ахтуба И вот Волга Новое русло И вот эта территория Называется Ахтуба По-египетски Ахтунаи Жизнь двух земель Здесь был построен Древний Рим Или Этик Или Лакрум Вот он находился На двух сторонах реки Рим Находился На континентальной части Вот здесь Менфис Находился на стороной части Как и вот Остат Ахтуба Напомню вам По Волжье Уграми Другие были Германцами Латинами И индоевропейцами В 8 веке До нашей эры Они перебрались В Италию Где образовали Итурию Ну Остя была Воротами На юг Вот она В Усте В Волге И Ахтуба Собственно Поэтому там Астрахань Остя Астрахань Видите Название одно и то же Фоногория была Столица Затем Пасхорского царства Новый Рим Перекричевал На Пасхор И дальше был Вектор развития Цивилизации С Востока На Запад С Востока На Юг Большей частью На Запад Это как раз Вектор соподеляет С миграцией Населения С миграционными Процессами И с вектором Развития Религиозной Мысли Итак Кого мы знаем Из Угров Который описан В древнеримских Хрониках Речь идет О племени Сабинов Вот один Из первых Царей Сабинов Его звали Кит Вот он На картине Изображающий Битву римлян С Сабинами И за женщин Когда Ромул Организовал Похищение Сабиняна Через год Они вновь Встретились На поле брани И женщины За детьми Рожденными Младенцами Сказали Эти наши дети И помирили Оба народа Отсюда Возникла Общность Квериты Квериты Это в честь Ромула Царя римского Он был Угрым Тоже Сыном Олимпийского Бога Войны Ореса Или Марса Поэтому Все Олимпийские Бога Это Угры Соответственно Сабины Руководство Сабин Было Также Уграми И вот Цари Были Уграми Затем Риму Правили В том числе Угры Сабиняне Царь Нума Царь Анг Квери Квериты Это название Связанное С обрежествленным Ромулом Кури Или Бури Это Собственно говоря Воплощение Волка Или Барса Бог Войны Военных Сражений Охоты Воинской Доблести Это Впервые В имя Рус Появляется И Название Угров Появляется В четвертом Веке До нашей Эры Четвертый Третий Век До нашей Эры Это Связано С Апием Клавдием Вот Это Такой Мужчина Который Был слепым В конце Жизни Поэтому Получил Прозвище Царь Я Отозвисляю Полностью Царем Таргизом По Джохар Тарихе Болгарским Хроникам Который Правил Несколько Лет И Затем Ушел От Власти Сослашиваясь На том Что Люди Не нуждаются В его Власти Поэтому Он Будет Жить Сам По Себя Народ Сам По Себя Он Точно Соответствует Поведению Этого Опять Клавди И У Несколько Сыновей Клавди Рус Первый Рус Упоминаем В истории И Первый Клавди Нерон Н Я не знаю Кто Прибавил Но Специально Чтобы Спрятать Правду Его Звали Клавди Неро Клавди Вообще Это Имбирный Пряник Означает По-русски Ничто Он Не Поминает Тула Имбирные Пряники И вот Неро Название Рус Это всем понятно Что такое рус Рус Это великий Рус Вот первый рус Описан В 4 веке А Неро Неро Это Топоним Угорский Означающий Озерно Речной Это встречается Только На территории России Нигде В Европе Италии Его нет И вот Озеро Неро И вот эти Все Друзья Наши Предки Происходят Из города Который Был на месте Ростова Великого На озеро Неро Если там Покопаться Я думаю Под Кремлем Можно найти Древнейшее Закронение И древнейшие Остатки Фундамента Римского города Римских Укреплений Времен Первой Половины Первого Тысячелетия До Нашей Итак Вот Сохранился Скульптурный Потрет Апиа Клавдия И одного Из его Сыновей Который Был Красивым Очень Поэтому Получил Название Пульх Такое Прозвище Ник Пульх У него Были братьями Рус И Неро Это говорит О том Что вся Семья Собственно Говоря Является Уграми Этническими Откуда Уграм Взяться На Пенино Они Были По Олже На нашей Чередуре Вот Посмотрим На карту Великого Шелкового Пути Ну Уже Средние Века Период Формирования Монгольской Империи Вот Видите Город Сарай Здесь Обозначен Который До того Был И Тилем Или Рим Или Улак Рум Соответственно Что сделал Апи Наиболее известного Деяния Он построил Апиеву дорогу Которая тянулась Несколько сотен Километров В Италии Зачем Строить Дорогу Для Соединения Торговли С Грецией И Египтом В горы В середину Италии Там нет Ничего Кроме Гор А Реально Эта дорога Шла Апиево Дорога Через Понтийские Болота Где там В Италии Понт Понт Это Черное море Нету В Италии Черного моря В Между речи Дона И Волги Есть Черное море Оно на своем месте Понт Называется Итак Дорога шла От Рима В Капу В Италии Придумали Капую Капа Это Кафа Это Собственно говоря Современная Феодосия Это территория Между Феодосией И Анапой Я полагаю Что Анапа Получила название Честь Апиа Его дороги Потому что Она пошла Дорога Через Кубань До Поволжья Итак Недавно Нашли Возле Буденновска Дорогу Которая В общем-то Сложнейшее Инженерное Сооружение Было Даже в Римские Времена То есть Это Многослойный Пирог Дороги Состоящий Из Несколько Слоев Гравия Камней Глины Песка Вот Нашли Остатки Это древнейшая Дорога Которая Шла Через Пантийские Болота Она Также Шла Через Реку Встык На место Слияния Слияния Реки Лаба И Кубани Когда Лаба Падает Кубань Именно Здесь Находился Мульвийский Мост Около Которого Состоялось Сражение Константина Великого С претерианцами С язычниками Возник Симул Христианский Лаборуб Вот Это Примерно Здесь Итак Я показываю Видела Эта Дорога Примерно По Современной Карте Снимку Из космоса Между Анапой И Село Селитерно Здесь Обычная Дорога Она Примерно Идет Тем же Маршрут Вот 857 Километров Но Древняя Дорога Шла Немного Иным Путем Надо Ее Искать Она Наверняка Есть Под землей Я думаю Мы ее Найдем Если Захотим Вот Это Была Часть Шелкового Пути Когда Через Рим Древний Шли Все Дороги Дороги Шли С Востока Из Китая Средней Азии На Ахтубу Оттуда Шли Через Кубань Кафу Фанап Феодосию Откуда Корабли Уже Шли Средиземноморский Регион Итак Кто Был Первым Августом Императора Древнего Рима Вот Гай Юлий Цезарь Октавиан Август Этническая Принадлежность Октавиана Августа Я думаю Он был Германцем И латином То есть Гаплавруппа Ир один Б один А вторым Императором Был уже Вот Киберий Цезарь Нерон Лавгин Нерон Он же Прус Который у нас Иван Грозный Называл Прусс Он был Женат На сестре Октавиана Августа И был Этническим Угром От него Пошел Род Неронов Императоров Наиболее Известный Из которых Нерон Который Нерон Который Спалил Рим Поволжью Он был Деревянный Поэтому Он сгорел В Италии Не мог Он сгореть Потому что Устроили Из камня В Средиземноморском Регионе Только В Поволжье Мог быть Огромный Полтора Миллиона Город Из дерева И вот Нерон Решил Перенести Столицу С Поволжья В Итурию И он Это сделал Через пожар В современном Риме Нету никаких Пластов С остатками Гигантского Пожарища Представьте Если миллионы Город Здесь сгорел Там был Полметра Метр Слой Останков Древних Сооружений Нету Никакого Пожарища И нету Никаких Останков От пожарища В современном Риме Потому что В 64 Году Он туда Переехал И элита Рима Древнего Этиля Перебралась В Италию Итак Следующим Императором Из Угров Из рода Руси Стал Император Тит Воспустян Флавия Он же Угорский Казан Ташбаш Который прожил Длинную жизнь Более 150 И погиб В поединке Он жил В основном Представьте В Палестине И Аравии Вот это Человек Который И есть Библейский Авраам Он построил В Риме Подержал Идею Переноса Столицы В Италию Он построил Колизей Первое Сружение Древнего Рима И Арку Кита Со своим Сыном Которого Звали Констанций Хлор Он же Агаружа Авитохол Почему Хлор Звали У него были Пепельного Цвета Ярко Рыжие Волосы И то же Самое Есть Древнеугорский Булгарский Каган Жил В то же Самое Время Обладал Теми же Самыми Хватеристиками Внешне Вот они Вместе Путешествовали Жили Долгое Время В Палестине И Египте И Аравии И построили Первый Христианский Храм Кабу В Мекке Который Теперь Является Святыней Мусульман Это было Где-то Событие Около 150 Года Нашей Эры Известно О первом Булгарском Крупном Кагане Из рода Дула Или рода Руси Это одно и то же Авитохоля Он жил Три столетия Говорят То есть он жил В трех веках Вот действительно В 126 году Он родился Умер в 306 В Британии В военном походе Итак Где бы основался Род Руси В Малой Азии Вот Вифинский Олимп Или гора Улудак Олимпийские боги Пребывали не в Греции А вот в Малой Азии В Вифине В подножье горы Построен был Город Пруса Или Престол Руси В 1923 году Турки Переименовали Город В Бурсу Чтобы Не тревожить Историческую память И скрыть историю Вот это обитель Олимпийских богов И затем Престол Руси В котором Жили И правили Первый Пруссий Первый Это Константин Хлор Пруссий Второй Это Константин Великий Вот Его мать Святая Апостольная Елена И Константин Великий Основатели Собственно говоря Христианства Реального Напомню Что Прародителем Христианства Был Идеологическим Автором Сформировавши Идеи Христианства Был Титвый Специан Клави Он же Авраам Он же Каган Ташбар В первом Веке Нашей Веры Константин Великий Его звали Каган Кубар Или Царь Пруссий Он же Яков Якуб Израиль Вот Это Один Человек И жил Он Не Тогда Там Понимаете По еврейским Фантазиям Втором Чищелетии До нашей Эры А жил В четвертом Веке Нашей Родился В третьем Веке Нашей Эры А расцвет его Детельность Пришелся На начало Первой Половины Четвертого Века Собственно Собственно Говоря Подведем Итоги Древний Рим Этиль Сарай-Бату Был разобран В 1560 Годах Иваном Грозным И построен Из его камней Астрахан Новый Рим Остался До сих пор Это Константинополь Он захвачен Турками Такому Большому Сожалению Это В общем Собственно Говоря Основа Руси Прародительница Руси И Древний Рим В Италии С ним Меньше Связано Потому что Всего лишь Несколько Человек Правили В этом Регионе И затем Древний Рим В Италии Был Запрошен Поэтому Род Руси Вот ниже Яркие Представители Рюриковичи Это Ветвь Древнейшего Рода Руси Которые Были Гераклидами Фодиями Фабиями Клавдиями Ларин Юрикович Это Наша История Это Наши Истоки Ну Дорогие Друзья Собственно Говоря На этом Мы заканчиваем Наш рассказ Надеюсь Я был Убедительен И вы Поняли Что Первое Упоминание О Русских Каганах И царях Есть В четвертом Веке До нашей Это Апи Клавдий А также Флавий Древнеримские Патрициевские Рода Которые Связаны Сабинами То есть Сабины Это Древняя Угровская Племя Поволжья Которая состояла Из Угров И Индоевропейцев Будущих Сербов Хорватов Шведов Норвежцев Ну Дорогие Друзья На этом Мы Завершаем Вещание Нашего Сказочного Канала Луч Солнца С вами Бел Великий Князь Профессор Валерий Кубарев Подписывайтесь На канал Ставьте Лайки Пишите Комментарии Задавайте Вопросы Я с удовольствием Расскажу Вам Подробности И отвечу На любые Вопросы Всего Субтитры Последователь На грамму Сильные Насмелые Головы Сложили В поле В бою Мало кто Остался Светлой Памяти В трезвом Уме Оттвертой Рукой В строю В строю Солнце Мое Слини На меня Моя Ладонь Превратилась В кулак Если Есть Порох Дай Огня Вот так Дорогие друзья Сильные и смелые Среди нас Победа будет За нами Продолжение следует...